Как их замолчать заставить? Как их замолчать заставить? Здравствуйте! Я аналитический психолог, семейный психолог Татьяна Кузнецова. Аналитический психолог означает, что в основе моей работы лежит аналитическая психология Карла Густава Юнга, а это значит, что работа будет направлена на взаимодействие с любыми проявлениями бессознательного. Ко мне обращаются за психологической помощью взрослые люди, семейные пары, а также я работаю с детьми в возрасте от 3 лет и их родителями. Семья, дети, здоровье, работа, любовь, отношения – это все очень важные грани нашей жизни. Но, к сожалению, иногда что-то может пойти не так, как предполагалось, и часто бывает непонятно, почему это происходит, а справиться своими силами не получается, и тогда на помощь может прийти психолог. В своей работе я использую различные инструменты – это элементы арт-терапии, такие как рисунок, метафорические карты, а также песочную терапию, сказкотерапию, анализ сновидений. Обратиться ко мне можно как за разовой консультацией, так и пройти курс психотерапии или юнгианского анализа. Записаться на консультацию вы можете по телефону 8 912 88 44 388. Я аналитический психолог Кузнецова Татьяна. И вновь мы в студии, на большом эфире, ток-шоу, про женщин мы сегодня говорим, и прежде всего про идеальных женщин, и, конечно же, как было не пригласить нам сегодня сваху. Алла Леонидовна Логинова. Здравствуйте, Алла Леонидовна. Ну, вообще, Алла Леонидовна, скажите, вот, что для меня было очень удивительно, что еще свахи существуют. Вот, в наш век интернета, мне казалось, что, ну, все, в общем-то, знакомятся уже в интернете. И, тем не менее, ваша, ну, скажем так, профессия востребована, да? Да. Сколько вот к вам людей обращаются? Я начала работу 12 лет назад, 12 лет назад, ну, обращаются, в первые годы, конечно, много было обращений. То есть 12 лет назад, это у нас еще не было такого, да? Да, еще не было интернета. Ну, так немного. А когда появился интернет, все сидят уже в соцсетях, пытаются познакомиться, да, пытаются познакомиться через интернет. Лучше дома посидеть, посмотреть, чем идти вживую разговаривать. Согласите, что, Алла Леонидовна, вам приходится еще и быть и психологом, с одной стороны. Обязательно, конечно. То есть, вот, какие приходится вопросы решать? Вот, помочь женщине. Знаете, вот приходят люди, вот честно скажу, особенно после этих вдовы, вдовцы, мужчины, разведенного, у кого в жизни не сжилось, они вот придут, вот, все о себе рассказывают, я это все слушаю внимательно, внимаю, все через себя пропускаю. Да, и вы понимаете, конечно же, я, жизненный опыт у меня большой, я, естественно, даю какие-то им, там, не указания, но жизненные советы, да. И, в общем-то, я думаю, что-то получается. Ну, не все, конечно, расстаются передо мной, там, рассказывают о себе, но, тем не менее, я задаю такие неудобные иногда вопросы. Ну, согласитесь, что без них ведь вы бы не решили вопросы, да? Конечно, конечно. То есть, даже те же носки, убирая червы свои носки, да? Вот именно, да, да, да. И то не каждый мужчина это, в общем-то, способствует. Они, кстати, даже не думают об этом, да ведь? Нет, не думают. Вообще, вот скажите, а есть какая-то статистика, вот сколько уже пар, вот благодаря вам, вот, соединенных? Да, на сегодняшний день, я вот, готовясь к этой передаче, я, конечно, просмотрела свою картотеку, но более 90 пар. Ух ты, 90 пар? Да, 90 пар. Ну, как говорится, к моему огорчению, уже три пары пожили три года и снова разошлись. Ну, это все равно статистика. И снова пришли ко мне, снова пришли, так у них не сложилось, и, тем не менее, вот так вот получилось, что они снова обратились ко мне. Ну, это ведь, это ведь все равно хорошо, Алла Леонидовна, то есть они, в общем-то, все равно вернулись к вам, как, в общем-то, ну, всякая там злоба, да, без обид. Да, 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 да. Ну, не сложилось, не сложилось. Да, мы вот тоже хотим, хотим. Да. Алла Леонидовна, мы вот тут все тоже свободные девушки? И тоже в поисках. Нет, мы не слишком, мы прекрасно, мы прекрасно умные. А скажите нам про неудобные вопросы, вдруг тоже собеседование проходить пойдем. Я неудобные вопросы в основном задаю мужчинам. Вау! Что касается их здоровья, вы понимаете, о чем я говорю, да? Потенции? Да. Поэтому иногда, конечно, напрямую мужчины говорят, я еще, ого, я еще здоровый, мне еще нужна женщина. Он, ему 60, ему надо по 45, поэтому, значит, чувствует свою силу. Но, тем не менее, я, конечно, спрашиваю мужчин обязательно, почему вы разошлись? И вы думаете, кто-то хоть раз сказал о себе, я виноват? Нет, всегда виноваты женщины. А почему? Я говорю, а почему? Там, например, Иван Иванович. А вы вот анализируйте вот себя, поставьте на ее место. Вот, как вы считаете, вы виноваты или она все-таки виновата? Или вы оба в чем-то там у вас, ну, 30 лет прожили, вдруг надо разлететься, какая причина-то? Вы знаете, ну, я говорю, а все понятно. Ну, ты все равно виновата женщина, да? Конечно, все равно виновата женщина остается, да? Да, почему-то обидно, да? Конечно. Почему я виновата у себя? У меня вопрос. Мужчины не признают свою вину, да? То есть, вот мы женщины, да, вот я говорю, что моя вина есть в этом, да. Разные мужчины и разные женщины. Так, Оля. У меня вопрос, у меня конкретный вопрос. То есть, у вас люди, я так поняла, взрослые, да? Молодежь в интернет идет, а к вам или как? Нет, я бы сказала, что идут и молодежь, да. Больше, конечно, до 33, так скажем, мало, ну, 23 года обращаются. Ну, я им говорю, ну, миленький мой, ну, 23 года еще. Куда вам еще торопиться-то? Ну, да. Я все-таки считаю, что 25-27 девушка должна уже задуматься о том, что надо ей выходить замуж, потому что уже есть какая-то карьера, есть уже на опыты, на работу не давить. Ну, все встречи. А мужчинам я советую 33-36, как на Западе. Построил дом, посадил дерево ради ребенка, да? Вот поэтому я так вот считаю, что больше всего обращаются после 40 лет. Ну, как начинается весна, вот она уже началась. Бабушки, дедушки, мне нужно помощника в огород, давайте меня с кем-нибудь познакомьте. Сугубо утилитарный подход. Да, 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 зимой он мне не нужен, я сижу, телевизор смотрю на диванчике. А зимой пусть он идет обратно. А летом мне нужен помощник в огород. Я тоже, это я так, в шутку, в основном, конечно, люди идут серьезные, серьезные, я довольна. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, почему человек не может познакомиться сам? Потому что если есть желание, да, то есть вот я не вижу просто как бы проблемы, да, то есть если есть желание, мир ведь открыт. То есть вот везде, да, везде огромное количество людей. Вот в чем причина? Вы знаете, я так скажу, идут к свахам, мне неудобно будет обидеть в обществах, скажем, ленивые. Или очень, так сказать, закрытые такие, да, закомплексованные. А может быть такие дела и некогда, бывает, да, некогда, дом, работа, там дети. Вот много одиноких людей. Вот они когда приходят, говорю, почему раньше, вот позвонил, так вы придите сразу. Время-то ведь уходит. Давайте начнем уже работать, я вас буду вот знакомить. Нет, еще посидят в интернете, потом подумают. Даже уже тогда, когда я уже им назначаю встречу, и то уже думают, нет, не знаю, я, наверное, не готов еще. Еще посижу. Я подумаю, посижу, может быть, мне не стоит уже начинать новые отношения. То есть здесь, получается, главное желание и готовность. Конечно, конечно, главное желание. Если внутри есть желание, то нет. Как только они вот пришли ко мне на встречу, я сразу говорю, вы что, вы хотите от жизни? Вы пришли с желанием ко мне или просто поговорить со мной, как со свахой? Да. Или все-таки вы хотите, чтобы я вам помогла устроить свою дальнейшую жизнь? Ну, как-то вот так. А вот еще вопрос такой можно? А вообще, вот если мужчины приходят, они состоялись уже? Вот как мужчины, то есть вы говорите, вот дом должен построить, там уже профессия должна быть, да? Какой-то капитал. Или это еще тоже такие ищут, вот мне какую-нибудь женщину, которая вот, ну, скажем так, нетребовательная, да? Которая, в общем-то, сама работает. А пусть у нее карьера будет. А я вот как бы вот к ней вот... Совершенно правильно вы говорите. Да? Совершенно правильно. Вы меня разочаровали. Они, они, они хотят, чтобы у женщины было все, а я их спрашиваю, а что есть у вас? Так. У меня квартира, у меня машина маленькая, или у меня там квартира с подселением, там какая-нибудь комната маленькая. Ну, это редко, но... Да, больше всего. А так, в принципе, люди, если свои квартиры, машины, уже достойная зарплата, ну, женщин, конечно, больше. Больше. Женщины все самодостаточные, да, мы все красивые, такие все. Вот, а мужчины, а мужчины боятся, стесняются, я думаю, что так. Даже... Какое соотношение, вот сколько женщин, сколько мужчин там в картоте идут? Ну, если взять такую статистику, 100%, то 40 на 60. То есть 40 женщин? Да, нет, 60. 60 женщин, 40 мужчин, да. Я знаю, что много мужчин, очень много одиноких мужчин, но еще раз повторюсь, что они просто боятся идти. Не потому что мне как там к свахе, а просто боятся уже новых отношений. Ну, то есть, именно, это же все равно отношения надо выстраивать, правильно? Конечно, не сразу, не вдруг. А тут же, что нам, хорошо же дома, мы сидим в квартных условиях, да? Не сразу, не вдруг, естественно, что когда первая встреча пройдет, там вторая встреча пройдет, я им советую, что при первой встрече с ним не обязательно там раскрываться, о себе все рассказывать, вы не знаете, будут у вас отношения с этим человеком или не будут отношения. Поэтому не стоит все рассказывать о себе. Ну, а мужчины, они вот такие, они сразу все выкладывают. Скажите, ну, не знаю, Лена, можно ли или нет? Очень интересно, сколько стоят такие услуги? Это процент от чего-то или это зараза вообще, хотя бы как порядок цен? Интересно. Вот уже просто кандидатура. Да, уже клиенты. Ну, вы знаете, я считаю, что я, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не всегда сразу говорю о деньгах при встрече с клиентами. Я сначала беседую, потом только уже мы начинаем говорить о возрождении. Вообще, 3000 моя услуга стоит. Я работаю с клиентами до результата. Ни на год, ни на месяц. 3000 рублей, Оля, это вообще... За 3000 рублей до результата? Вот так вот. Вот вы прямо молодец. Вот так, потому что... Девочки, в очередь выстраивались. Вы знаете, дело в том, что дело не в деньгах ведь. Хотя эти 3000, это и реклама, это и бумажки всякие, это и фотографии. Очень мало. Это очень мало. Понимаете, это вот как бы вот тут говорят, ой, там накопление. Да какие тут накопления? Вот. И потом, и потом, когда уже начинаю говорить хорошо, ведь, ну давайте, давайте хоть сколько за встречу. Ради бога, мне нужно только вам помочь. Вы согласны на такую сумму? Да, согласен. Я прям опять про мужчин. Да, согласен. Ну давайте уже, мне так хочется, вот вы мне понравились, в общем-то, мужчина. Ну давайте вот мы с вами договоримся, вот на такой цене. Я вам обязательно помогу. Сходит на одну встречу, на вторую встречу, а там ведь надо. Ну да, женщину привезти. Там ведь надо девушку, девушку, женщину надо. Хотя бы кофем напоить. Кофем напоить. Поэтому и все, и отношения прекращаются. А сколько может быть встреч, вот сколько может быть встреч, чтобы получить результат? Три, пять, десять, двадцать? Вы знаете, я вообще даю, вот если три месяца встречаются, пара они, значит, это уже результат. Но я каждую встречу отслеживаю. Если они встретились и друг к другу никак не приглянулись, я всегда им говорю, вы при встрече не надо обижать друг друга и делать там какое-то лицо, невероятно, да, что я недовольное такое лицо. Я говорю, вы знаете, вы говорите друг другу, вы такая красивая, вы такая замечательная, вы такая добрая, нежная, вы обязательно себе найдете спутника. И также женщина должна сказать, вы очень замечательные, все при вас, но вы вот как на сегодняшний день, вы не мой кавалер. Правильно? Вот так откровенно, чисто сказали друг другу и все. Ну, я вижу, сообщала, Леонидовна, это прямо ваша миссия какая-то жизненная, помочь людям, чтобы они не были одиноки. Да, мне очень нравится моя работа. Я радуюсь, когда мне говорят, что мы вот уже сошлись, что у нас бывают и свадьбы, бывают и гражданские бака. Приглашают на свадьбы. Уже уезжают другие города, люди уехали, я все равно с ними как бы связь держу. Поддерживайте связь. Ну что ж, я еще раз хочу напомнить, что у нас в гостях была сваха, Алла Леонидовна Логинова. Пожалуйста, можете обращаться к ней, я думаю, что в контакте ее можно найти. Да, в интернете есть. Все, спасибо, увидимся тоже через несколько минут. Спасибо большое. С праздником я еще хотела поздравить. Спасибо большое, Алла Леонидовна, и вас также.